В эти минуты в Гродно проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Позицию Беларуси уже высказал премьер-министр нашей страны. По словам Андрея Кобякова, сейчас важно контролировать ход подготовки концепции общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. Особое внимание стоит уделить формированию промышленной политики. Напомню, Беларусь в этом году председательствует в Совете. Из Гродно передает Андрей Лаптенок. Большинство отелей было забронировано еще за неделю до этой встречи. Ажиотажный спрос на гостиницы сопровождали беспрецедентные меры безопасности, которые, по словам местных жителей, последний раз предпринимались, когда сюда, в город, приезжали президенты России и Беларуси. Впрочем, такая организованность позволила избежать накладок. В полудне участники встречи прибыли к зданию Гродненского облсполкома. После фотографирования участники переместились в зал, где пройдут основные переговоры. В повестке вопросы, координированные промышленной политики, макроэкономическая и финансовая стабильность, формирование единого рынка услуг. Период после запуска Совета стал более напряженным, чем даже этап разработки договора о Евразийском экономическом союзе. И это естественно. Практика все расставляет по местам, выявляя нестыковки и неурегулированные вопросы. К этому надо относиться спокойно, отчасти творчески. Двигаясь по пути либерализации и снятия барьеров в торговле, мы неизбежно подходим к чувствительным вопросам, требующим компромисса национальных и наднациональных интересов. И коль скоро мы нацелились на столь амбициозную задачу, как построение единого экономического пространства, надо набраться терпения и уверенно двигаться вперед. Каждая делегация АИХ в Гродно в официальном статусе прибыло уже пять. Напомню, Кыргызстан в августе стал полноправным членом Евразийского экономического союза. Так вот, каждая делегация привезла в Гродно свой пакет предложений. Сегодня пройдут заседания в узком и расширенном составе. По их окончанию участники планируют подписать ряд принятых документов. Андрей Лаптенок, Александр Горбачев, агентствитель новостей Гродно. Продолжение следует...